Козероги, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим, что вас ожидает ваш расклад на январь месяце. И первая карта, мои дорогие, для вас девятка мечей. Девятка мечей дается даже то, что если больно вам. Здесь нужно вот именно в январь месяце осознание каких-то, знаете, может что-то вы не делаете правильно в вашей жизни. Знаете, даже здесь может касаться какие-то мысли у вас есть, которые неправильные, которые вы думаете. И вам, вот знаете, осознание то, что вам больно, вам тяжело это пройти. Здесь больше вот в начале месяца дается вот то время, чтобы вы осознали, что может пора уже какие-то изменения в вашей жизни. Может что-то закончить в вашей жизни. Может какие-то, знаете, может оставить какую-то старую работу и начинать что-то новое. Здесь как будто осознание то, что вам не приносит вот это, знаете, счастье. То, когда приносит только боли. Вот вы должны вот в начале вот это осознать. Давайте просмотрим следующая карта, что это касается. Семерка Пентакли. Взращивание новых идей. Взращивание новых идей. Это что может быть то, что пообщаться с новыми людьми. Пообщаться с, может, какие-то новые знакомые в вашей жизни. Может быть это касается отношений, то, что новое. Если это вот осознание, почему сказала, уйти от старой работы и начинать что-то новое в вашей жизни. То есть именно взращивать новое что-то в вашей жизни. Почему? Потому что здесь, если вы начнете это в начале января, у вас вот эти все ваши действия, мысли, идеи, вот у вас они приведут к успеху. Давайте вот посмотрим следующая карта для вас, мои дорогие. Это карта силы. Высшие силы вас поддержат. Они на вашем стороне в начале месяца. Но здесь еще карта говорит о том, вот именно нужно осознание, что вы не делаете правильно. Может быть вы очень эмоциональны. Вот именно когда у вас что-то происходит, вы очень можете сильно плакать или что-то, ну что-то хотите, какой-то ваше, знаете, кому-то что-то подсказать. Кому-то что-то, вы знаете, быстро все это хотите. Но здесь говорится, если вы научите вот именно, знаете, обуздать того зверя, который внутри вас. И вы будете осознать это, что вы как бы неправильно поступаете по отношению к другим людям. Здесь, если вы это будете делать, знаете, у вас будет как духовное взросление. Вы, знаете, вы сами вот почувствуете, что вы стали намного умнее и сильнее. Намного то, что у вас в жизни, вот вы можете ту ответственность брать, когда меняете вашу жизнь. Давайте посмотрим, следующая карта на середине месяца, это девятка Пентакли. Самое главное, не сидеть в середину месяца в бездействии. Вот просто брать то, знаете, если вам пришли какие-то идеи, воплощать их. Не держать то, что вы думаете получится, а не получится. А смогу это или не смогу. Или что, или кто скажет про вас. Нет, здесь самое главное в середине начинать уже сделать какие-то перемены. Давайте посмотрим, следующая карта, мои дорогие для вас, что это. Карта Луны. Убрать свои страхи. Я поэтому и сказала, что получится или не получится. Убирайте ваши страхи в середине месяца. Потому что высшие силы уже вначале они вас поддерживают. Самое главное, чтобы вы не боялись, что у вас это не получится. Всегда нужно, вот для того, чтобы вы понимаете, что в вашей жизни что-то не получится, вы должны это начинать. Вы не так, вы не сможете знать, что получится или не получится. Здесь нужно просто брать ответственность, идти. Даже если что-то разрушится и что-то вот пойдет не так, как вы хотели, это ваш опыт. Это ваши какие-то, может быть, даже как знания, как опыт, как урок в вашей жизни. Давайте посмотрим, следующая карта для вас, мои дорогие. Туз мечей. Вот в середине месяца вы должны четко осознать, брать решение, то, что вы боретесь убирать вот эти страхи и идете вперед, чтобы вы поменяли вашу жизнь. Давайте посмотрим, следующая карта на конец месяца, что вам высшие силы подсказывает. Пятерка кубков, даже то, что вам больно, что может у вас вот в конец месяца вот такое состояние, что вы что-то начали делать и вы боитесь, что ну не получится это у меня. Я не смогу это делать. Нет, здесь самое главное не впасть в апатическое состояние, когда вы только или в депрессии, или плачете, или осознаете. Здесь могут быть под конец у вас какие-то вопросы именно по родовой линии, вот именно с вашими родными какие-то, ну может какая-то информация с ними будет, нужно будет четко им сказать или чтобы они приняли вот эту вашу информацию. Давайте посмотрим, следующая карта на конец месяца. Это карта тройка пентаклей. Улучшение своих знаний, улучшение своей квалификации, улучшение даже самого себя, как человека, ваше состояние, ваше эмоциональное состояние. Здесь именно может быть даже работа над собой, чтобы вы улучшились, чтобы вы понимали четко, что вы хотите в вашей жизни. Давайте посмотрим. Карта совета, что вам высшие силы подсказывают. Какой совет они вам дают. Туз пентаклей. Смотрите, вот именно на протяжении января месяца у вас шансы во всем даются. Шансы начать чего-то новое, шансы заработать, шансы построить отношения, у вас это есть. Но смотрите, знаете, чтобы у нас происходили какие-то изменения в нашей жизни, мы должны что-то тоже пройти, какие-то уроки или какие-то перемены. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале, переходим в Instagram, и там будут больше раскладов о финансах.